На расстоянии 1400 световых лет от нас с вами в системе звезды, похожей на Солнце, находится планета Кеплер-452b, прозванная астрономами Землёй-2.0. По причине высокой вероятности того, что на ней есть вода в жидкой форме, многие учёные считают эту планету кандидатом номер один на обнаружение высокоразвитых форм жизни. Для того, чтобы добраться до неё на современной ракете, понадобилось бы 25 миллионов лет. Сегодня мы с тобой совершим прыжок в гиперпространстве, исследуем экзопланету Кеплер-452b и выясним, есть ли на ней жизнь, а также проверим, насколько пригодна она для обитания человека. Запускаем машину времени лайком и погнали. Мгновение, и вот мы с тобой в другом мире, чужом и неведомом. Надев скафандр и проверив работу системы жизнеобеспечения, открываем люк и выходим наружу. Первое, что нам бросится в глаза – яркий жёлтый диск Солнца на горизонте. Хотя это вовсе и не Солнце, а очень похожая на неё звезда – Кеплер-452. Она расположилась в созвездии Лебедя, её характеристики схожи с нашим земным светилом. Это такой же жёлтый карлик, немного превосходящий Солнца в размере. Разница в диаметрах 11%. Из-за этого светимость Кеплер-452 превышает солнечную примерно на 20. Масса звёзд практически одинаковая, а спектральные классы сопоставимы. Обе относятся к категории G2. Это значит, что излучение местного Солнца благоприятно для развития жизни на планетах, вращающихся вокруг него. Календарный год на Кеплер-452b также напоминает земной и равняется 385 суткам. Второй момент, отмечаемый нами – это повышенная гравитация. Радиус Кеплер-452b на 63% больше радиуса Земли, а масса превосходит земную в 5 раз. Следовательно, сила притяжения здесь будет практически вдвое больше, чем на нашей родной планете. По своим размерам Кеплер-452b находится аккурат на границе, разделяющей твёрдые планеты земного типа и газовые гиганты. И поэтому в составе планеты не так много тяжёлых элементов. По всей вероятности, на поверхности Кеплера действует множество активных вулканов, и это может быть ещё одним доводом в пользу вероятного зарождения жизни в этих условиях. Умеренная вулканическая активность посредством выделения больших количеств углекислого газа и водяного пара способствует формированию атмосферы и гидросферы планеты. Кстати, насчёт атмосферы. Непонятно, есть ли она вообще. Спектральный анализ планеты ещё не проведён, и однозначно утверждать о её наличии или отсутствии сложно. Предположим всё же, что атмосфера на Кеплере присутствует. Тогда концентрация газов в ней будет куда выше, чем на Земле. Сложно сказать, какие именно газы в каких пропорциях здесь представлены, ясно одно – человек нормально дышать здесь не сможет. И даже не пытайся самостоятельно оценить качество местного воздуха, стену с головы шлем и вдохнув полной грудью. А вот с погодными условиями здесь дела обстоят лучше. В зависимости от плотности атмосферы, среднюю температуру на Кеплер-452b оценивают от почти 2 до 21 градуса Цельсия. Вполне себе нормальные условия для земного жителя средней полосы. Однако возможно, что температура окружающей среды здесь может быть и выше. Дело в том, что из-за большего, чем у Земли размера, соляризация Кеплера, то есть количество, получаемое от своей звезды тепла, превысит земную на 10%. Прибавь сюда большое количество вулканических извержений по всей планете и получи неслабый парниковый эффект, подобный венерианскому. Вопрос здесь лишь в одном – есть ли на Кеплер-452b океаны, которые будут поглощать львиную долю СО2 из атмосферы? Если есть, то вопрос о наличии жизни на Кеплере остается открытым. И здесь мы подобрались к краеугольному камню возникновения жизни – наличию воды. Будь на Кеплер-452b океаны, планету можно считать условно пригодной для жизни человека. И в самом деле, в целом, условия здесь напоминают земные, за исключением, пожалуй, состава атмосферы и повышенной гравитации. Теоретически, человек мог бы возводить на поверхности Кеплера города, накрытые гигантскими прозрачными куполами, в которых генерировался бы пригодный для дыхания воздух. Подобное мы уже видели в культовой кинокартине «Вспомнить все», снятой по мотивам рассказа Филиппа Дика. Однако в фильме все дело происходило на Марсе, а с водой там, как известно, дела не очень. Запасы марсианской воды представлены лишь ледниковым слоем под поверхностью планеты. Генерировать пригодную для жизни воду в таких условиях – дело невероятно ресурсозатратное, если не сказать «безумное». Другое дело, если на поверхности планеты имеются океаны. Тогда, применив новейшие технологии, реально организовать постоянный доступ к питьевой воде. У подножий горы вулканов можно построить прииски для добычи полезных ископаемых. И пусть их разнообразие здесь будет несколько меньше земного, современная химия позволит получить все необходимые для развития келлерианской цивилизации сплавы и полимеры. Не постоит дело из-за провизии, правда первые поколения колонистов, скорее всего, будут веганами. Основывать животноводство в городах-куполах будет несколько трудновато. Но зато можно построить оранжереи для выращивания злаковых бобовых овощей и фруктов. И кто знает, быть может, определенные виды растений, подправленные и подкорректированные генетико-селективными достижениями, вполне приживутся и на открытых просторах планеты Кеплер-452b. Благо солнечного света и тепла тут валом. Конечно, все это только теории и догадки. На чужой планете в системе чужого солнца найдется масса факторов, приспособиться к которым будет непросто. Та же повышенная гравитация создаст ряд проблем в промышленности, строительстве, а в первую очередь в биологическом существовании колонистов. Постоянная нагрузка на организм увеличится вдвое, и если мышцы человека еще худо-бедно приспособятся к таким условиям, то костным тканям и сердечно-сосудистой системе придется ох как нелегко. Средняя продолжительность жизни на экзопланете Кеплер-452b будет резко отличаться от земной, и явно не в пользу первой. Ну а залетным зевакам-исследователям вроде «на с тобой» на Кеплере можно погостить не более нескольких дней, покуда позволяют запасы кислородной смеси и сухих голец с консервами в хранилище машины телепортатора. С выживанием человека на планете Кеплер-452b все более-менее понятно, а что же растения и животные? Есть ли вероятность того, что в полуторах тысячах световых лет от нашего дома гипотетически хищник совершает яростный прыжок на испуганную добычу, а странные травоядные мирно пощипывают сочную зелень на ветряных равнинах далекой планеты? Забегая вперед, поспешу тебя разочаровать, вероятность такой картины, как говорится, крайне мала. Если и приходится рассуждать о наличии жизни на Кеплере, то речь пойдет о бактериях, простейших или грибах. Как известно, главными условиями для возникновения жизни являются четыре фактора – наличие света, воды, воздуха и тепла. Конечно, для того, чтобы формула жизни заработала, необходим целый ряд других удовлетворяющих условиям переменных, вроде наличия важнейших химических элементов – углерода, водорода, азота, кислорода, фосфора и серы, или определенного уровня pH почвы. Но поскольку мы, как в общем-то и ученые, лишь теоретизируем и строим догадки, разберем лишь основные факторы. Итак, что точно есть на планете Кеплер-452b – это солнечный свет, причем благоприятный для жизни по своему спектру и в избыточном количестве. С водой дело уже обстоит сложнее – неизвестно точно, есть ли на Кеплере океаны. Если и таковые имеются, вероятность обнаружения жизни повышается в разы. Как минимум можно говорить о существовании примитивных доядерных организмов прокариотов, например, каких-нибудь видах бактерий наподобие Дейнококи. А поскольку наша экзопланета находится в так называемой зоне Златовласки, то есть ее положение относительно звезды резко повышает шанс наличия воды в жидкой форме, то мы имеем право строить догадки о наличии не только океанов, но даже рек и озер. С местной атмосферой тоже все не вполне ясно. Если ее нет вовсе, даже наличие всех других факторов не сделает Кеплер 452b пригодным для жизни. Атмосфера планеты представляет собой эдакий незримый резервуар с элементами, необходимыми для жизнедеятельности всех организмов. Кислород используется всеми видами животных для дыхания, а углекислый газ потребляется цинобактериями и растениями в процессе фотосинтеза. Помимо этого атмосфера является своего рода космическим щитом для органической жизни, защищая планету от ультрафиолетового излучения звезд и метеоритов. Ну а с теплом на экзопланете Кеплер 452b проблем быть не должно. Напротив, предполагая наличие предыдущих трех факторов, можно прийти к выводу о том, что тепла на Кеплере будет в избытке. Казалось бы, все условия для бурного развития жизни есть, но и тут мы натыкаемся на очередные подводные камни. Во-первых, как упоминалось ранее, на Кеплере высока вероятность высокой вулканической активности. Как известно, первые живые организмы, появившиеся на Земле, были химотрофными и получали энергию посредством химических реакций, происходящих в геотермальных источниках. Вулканические извержения, помимо формирования атмосферы, участвуют и в образовании плодородных слоев почвы, вынося из недр планеты на ее поверхность множество химических элементов. Но если эта активность чрезмерна, как, например, на спутнике Юпитера-Ио, то планета становится совершенно мертвой и непригодной для жизни. И шанс того, что Кеплер 452b является планетой с повышенной вулканической активностью довольно велик. Во-вторых, в системе звезды Кеплер 452b отсутствуют планеты-гиганты вроде нашего с тобой Юпитера, которые действуют в Солнечной системе подобно колоссальному магниту, притягивая к себе большие метеориты, уберегая тем самым другие планеты от катастрофических разрушений. Это значит, что если жизнь каким-то чудом и зародится на экзопланете, то, скорее всего, ненадолго. Крупный астероид, прошедший сквозь слои гипотетической атмосферы, сотрясет планету и уничтожит любые попытки живых организмов к дальнейшему развитию и эволюции. А таких астероидов в космосе несметное число. В-третьих, вся система Кеплер 452b старше Солнечной системы на полтора миллиарда лет. И, скорее всего, океаны, если они когда-то и присутствовали на Кеплер 452b, уже давно испарились. В таких реалиях существовать смогут в лучшем случае нанобы, формы жизни размерами от 30 до 150 нанометров, что в сотни раз меньше размеров обычных бактерий. Окаменевшие колонии нанобов предположительно обнаруживались на некоторых метеоритах, прилетевших на Землю из неведомых глубин космоса. И раз они могут выжить в ледяной безвоздушной среде, то вероятное отсутствие океанов и атмосферы на Кеплер 452b их не сильно смутит. Но все же, давай с тобой предположим, что на Кеплере есть жизнь, причем в форме развившейся цивилизации, желающей выйти на связь. Если представить, что уровень их технологий сопоставим с нашим, то посланный ими радиосигнал достигнет Земли примерно через 3000 лет. И даже если это послание каким-то чудом дойдет до нас, далеко не факт, что мы сможем его понять и расшифровать. Ведь даже на нашей планете люди разных культур и наций не могут толком объясниться друг с другом. Что уж говорить о внеземной цивилизации, пославшей нам весточку несколько тысячелетий тому назад. А посему поглядим напоследок на раскаленную желтую звезду, ходящую за горизонты, так напоминающую наше родное Солнце и вернемся в камеру нашей чудо-машины. Контакты с высокоразвитыми инопланетными существами до сих пор остаются лишь человеческими мечтаниями. Мы же продолжаем ждать дальнейших исследований экзопланеты Кеплер-452b, а также ждем твой лайк и комментарий под этим видео. И да, покидая скалистые равнины далекой планеты, не забудь захватить с собой пару-тройку кусков местной породы. Кто знает, какие тайны они откроют тебе под зорким окуляром светового микроскопа. Пока.